Всем привет из Турции! Хочу сегодня показать вам еще один интересный вариант для отдыха. Клаб-хотел Бельпинар. 4 звезды. Расположен он рядом с отелем Сельчухан в поселке Бельдибе, недалеко от Кемера. Расстояние от аэропорта Анталии 40 километров. Дорога на туристическом автобусе займет около часа. Зона ресепшн небольшая, но комфортная. Тут стоят столы и стулья, диваны, где можно посидеть, дожидаясь своего заселения, которое проходит после 14 часов, а выселение до 12. Обратите внимание на стоимость номеров от стойки. Хочу отметить, что она всегда выше, если вы берете номер напрямую в отеле, чем при бронировании турпакета, сформированного туроператором. Работает Бельпинар по системе Ультра, все включено, и отель довольно популярен в любое время года. Имеет хорошую заполняемость, поэтому если соберетесь сюда, то лучше бронировать его заранее. Цена на него также редко бывает низкой. Стоит он наравне с отелями 5 звезд. Бельдибе довольно тихий поселок. Тут особо нет никакой инфраструктуры, кроме нескольких магазинчиков. Но рядом с отелем находится автобусная остановка, где каждые 15 минут ходят автобусы, и можно при желании легко и недорого добраться в Кемер. Расстояние до Кемера около 15 километров. Одной из особенностей данного отеля является его условное разделение на две части. Релакс-зону спокойную и активную часть. И у вас есть возможность выбирать, где проводить время. Сейчас я нахожусь в релакс-зоне. Территория ее небольшая. Тут находятся жилые корпуса, бассейн. Возле бассейна шезлонги. С одной стороны есть навес от солнца. И также тут находится бар. Релакс-пул-бар работает с 10 до 18 часов. Тут доступны безалкогольные и алкогольные напитки местного производства. Бассейн в релакс-зоне небольшого размера. Шезлонгов также небольшое количество. Это спальная зона. И сама территория этой части отеля небольшая, но довольно красивая. Цветущие деревья, кустарники, цветы. Все самое интересное происходит, конечно, в активной части отеля, куда я направлюсь позже. А сейчас мы пойдем и посмотрим номера. Номера распределены по четырем блокам. Всего в отеле 314 номеров, которые могут вместить около 900 отдыхающих. 302 из них категории стандарт. Показываю его вам сейчас. Они небольшие, но довольно-таки стильные. Площадь 21 квадратный метр. И рассчитаны они на размещение трех человек. Конфигурация кроватей может быть разная. Это либо три отдельных односпальных кровати, либо одна двуспальная и одна односпальная. В номерах есть все необходимое. Телевизор, кондиционер, сейф, балкон. С балкона открывается вид на территорию отеля, на бассейн и на бар. Такой вид здесь у большинства номеров. Некоторые номера могут иметь вид на другую сторону. Как, например, этот стандарт. Здесь находится одна двуспальная и одна односпальная кровать. Этим он и отличается от предыдущего номера. А в остальном номер такой же, только с другим видом. Вид здесь с балкона на горы, а не на территорию отеля. Сейчас мы с вами покидаем релакс-зону. Она разделена от активной части отеля дорогой, которую можно перейти сверху по пешеходному переходу, а можно преодолеть по подземному переходу. И это удобно, так как по дороге ездят машины, а турецкие водители, мягко говоря, не очень уважают пешеходов. Поэтому надо быть очень внимательными. Подземный переход перемещает вас сразу в активную часть отеля. Начинается она с небольшой шоппинг-зоны. Тут находятся маленькие магазинчики, где можно купить всякие мелочи, плавательные принадлежности, сувениры. Активная часть отеля начинается с бассейна с аквапарком. Тут три небольших горки. Работают они по расписанию с 10 до 12 часов и с 15 до 17. Далее есть маленький детский бассейн 15 квадратных метров. И следующее это самый большой длинный бассейн площадью 400 квадратных метров. Работают все бассейны с 8 утра до 6 вечера. На другую сторону можно перейти по мостикам. С другой стороны бассейна находится главный ресторан. Сейчас тут проходит завтрак. Возможно, я еще успею вам что-то показать, если еще не все съели. Завтрак тут проходит с 7 до 10 часов утра. Поздний завтрак с 10 до 11. А в 12.30 уже начинается обед и продолжается до 14.30. Ужин с 19 до 21. И ночной суп с 23 до 0 часов. Ассортимент еды довольно приличный. Более чем соответствует отелю категории 4 звезд. Далеко не в каждой четверке есть такой ассортимент. Это ближе к 5 звездам все-таки. Основной ресторан рассчитан на 900 посадочных мест. 600 из них внутри и 300 на террасе. Кроме основного ресторана работает еще и снэк-бар. Поэтому хочу отметить, что практически в любое время дня тут можно что-либо поесть. Прогуляемся немного по территории активной части отеля. Тут много зелени. Также все красиво. Тут значительно больше места, чем в релакс-зоне. Там все довольно компактно. А здесь есть где походить и погулять. Одним из плюсов данного отеля считаю шикарный вид на горы. Горы тут видны практически отовсюду. Это Бельзиби. За бассейнами находится бар. Время работы этого бара с 10 до 24 часов. Тут доступны местные алкогольные и безалкогольные напитки. И 5 видов импортных алкогольных напитков, включенных в концепцию «Ультра все включено». Тут готовят также разнообразные коктейли. Выбор напитков обширный. Так что данный бар у бассейна довольно популярен и пользуется большим спросом. Мороженое в отеле подают каждый день с 16 до 17 часов. В баре у бассейна проводятся кофе-брейки с 17 до 18, где доступны выпечка, торты, печенье, кексы. Я направляю в сторону пляжа и по пути у меня а-ля-карт ресторан, с террасы которого открывается вид на море. Он работает 6 дней в неделю. Турецкая, Средиземноморская и Итальянская кухня. Часы работы с 19 до 21.30. По предварительной резервации бронирование а-ля-карт ресторана производится с 10 до 12 часов у Гест Релейшн. С террасы ресторана открывается вид на море и на территорию отеля и потрясающий вид на горы. Есть в отеле и снэк-бар. Работает он в течение дня с 11 до 16 часов. Тут доступны перекусы, жареный картофель, гамбургеры, пицца в ассортименте и салаты. Наличие снэк-бара это очень удобно, так как вы можете пообедать или перекусить, не возвращаясь в основной ресторан и проводя все время у бассейна, либо на пляже. Для детей работает мини-клуб, предназначен по возрасту от 4 до 12 лет. Тут есть и открытая детская игровая площадка, на ней детские горки, много места, чтобы побегать, а также закрытое помещение, где проводятся всевозможные активности для детей в течение дня. Прогуливаюсь дальше по территории отеля. Как вы видите, активная часть отеля значительно превосходит по размерам релакс-зону. В данный момент проводится йога, и желающих позаниматься немало, а вид на горы способствует таким занятиям. В отеле готовят гезлеме, это турецкие лепешки, с 8 до 12 часов и с 12.30 до 16, 6 дней в неделю. Wi-Fi работает на территории отеля и на пляже. Отель размещает одиноких мужчин и мужчин в одном номере, кроме турецких мужчин. Что касается анимации и развлечений, тут есть дартс, настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбольная и теннисная площадка, спортивные активити в течение дня и вечернее шоу. Турецкая ночь проводится один раз в неделю. Я направляюсь ближе к пляжу. Можно сказать, что отель находится на первой линии, хотя жилые корпуса находятся через дорогу, и это условно вторая линия. Пляж отеля собственный, песчано-галечный, на пляже пластиковые шезлонги, зонтики, пляжные полотенца выдаются бесплатно, смена пляжных полотенец происходит один раз в два дня. Пляж небольшого размера, шезлонги стоят плотно друг к другу, есть деревянный настил для удобства передвижения. В воде находятся интересные качели, вход в воду галечный, для удобства входа в море оборудован пандус. Есть в отеле также и пирс, на котором расположены мягкие шезлонги. Тут также довольно комфортно находиться, если вы хотите позагорать, так как зонтиков тут нету, и при активном солнце долго времени вы тут не проведете. Море чистое, прозрачное и красивое. Какие выводы могу сделать по отелям? У него много плюсов. Шикарный вид на горы, хороший пляж, чистое море, качественное питание. Сюда можно ехать как семьями с детьми, так и парам разного возраста. Отель смело рекомендую. Цена на него, правда, летом часто высока, но начиная с сентября она снижается, и можно найти вполне адекватные предложения. Забронировать этот и другие турецкие отели вы можете в нашем турагентстве. Телефоны на экране, а полные контакты в описании под видео. Надеюсь, видео было полезным. Не забывайте нажать палец вверх, если оно вам понравилось, а также подписаться на канал, если вам интересна тема путешествий. В будущем вас ждет еще больше обзоров турецких и не только отелей. А на сегодня все. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!